Здравствуйте, любители умных игр! В ваших ушах звучит голос Алексея Халецкого, а мой род будет делать вам очередной обзор. Сегодня на игру Frostpunk. Я делал стримы игрового процесса, так что если вы хотите увидеть именно геймплей, отправляю вас к стримам. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому ролику. Ну а теперь мои впечатления после того, как я с Фростпанком познакомился поглубже. А впечатления все-таки двоякие. Ну, игру я вам порекомендую, но с очень большими оговорками, которые будут в процессе этого обзора постоянно возникать. В двух словах о чем игра. На землю опустился хлад, белый хлад, предсказанный Этлиной, и люди спасаются от него где только могут, но извините за такую отсылку к Ведьмаку. Но идея понятна, это стратегия выживалка. В конце 19 века где-то в Великобритании произошло офигительное похолодание, люди почему-то при этом эмигрировали еще севернее и пытаются в одном из кратеров выжить. Причем в процессе игры, в тех трех разных сценариях, которые есть сейчас во Фростпанке, мы будем постепенно складывать мозаику, что же все-таки произошло в этом мире. В названии не зря есть слово панк, потому что стилистически проект выполнен в виде стимпанка, и визуально, конечно, это выглядит все очень необычно, хотя и опять же вызывает у меня некоторые нарекания, о которых чуть дальше. Итак, игра представляет собой градостроительный, в нашем случае кратеростроительный симулятор, вы должны помочь жителям выжить, строя различные сооружения, исследуя новые сооружения, распределяя людей на работу и принимая подчас непростые решения, которые вытекают из ситуаций, которые на карте появляют. Больше всего по механике, пожалуй, Фростпанк похож на серию Тропику. Хотя, ну, со своими особенностями, конечно, но в целом тут ничего особенного. Главной фишкой проекта, как мне кажется, является история, то есть каждый сценарий — это своя определенная история, в которую внедрена стратегическая составляющая, но через прохождение этого сценария вы что-то узнаете новое о мире, в котором произошел этот катаклизм. И вот здесь у игры начинаются проблемы. Так как на стратегию натянут сценарий, то, соответственно, о никакой реиграбельности говорить не стоит. Если вы начнете играть заново любой из сценариев, у вас будут абсолютно те же условия, что и в прошлой игре. Точно там же будут находиться ресурсы. К этим ресурсам точно так же ваши рабочие будут прокладывать тропинки, и в определенных местах скрипт будет создавать вам вроде как бы типа случайные события. Даже на общей карте нахождение мест, куда может отправиться скаут, тоже будет абсолютно тем же. То есть убирается одна из главных, по-моему, важных черт стратегической игры. Это вообще какая-то странная мода пошла в последнее время — добавлять сценарий. В игры, в которых их раньше вроде бы и не было. Из последнего, на что я делал обзор, например, Dead in Vinland, где постоянные сценарные ходы просто убивают динамику. Особенно если ты играешь во второй-третий раз. Собственно, и сценарии в Frostpunk представляют сложность только когда вы первый раз в него играет. Во второй раз, уже зная, что может произойти, игра проходится очень легко. Собственно, вы это можете увидеть в моих стримах, когда я первый раз проходил игру. И я очень не люблю, когда сложность стратегии строится только на том, что она в вас кидает рояль из кустов. И вас этим роялем пришибливает. В некотором смысле, Frostpunk — это такой вывернутый This War is Mine, то есть предыдущая игра этой студии разработчиков. Кто не в курсе, это такая полуролевая игра выживания в городе, охваченной гражданской войной. Там, где в This War of Mine вы дома строили плиту для приготовления пищи, во Frostpunk вы строите хижину охотников. Там, где вы выбирались в This War of Mine в соседний район за припасами, тут вы посылаете скаут. То есть то, что в This War of Mine было сосредоточено на 3-4 выживших во время гражданской войны, тут сосредоточено на 100 выживших в холодном апокалипсисе. Но если разобраться в играх, то в принципе они одного поля ягода. Да, визуально Frostpunk выглядит отлично, это замечали люди во время стримов, всем сразу хотелось в неё поиграть. Но тут у меня опять возникают претензии к разработчикам, что за визуальной составляющей была забыта реалистичность. Да, я понимаю, это игра, я понимаю, что стимпанка вообще не существовала в принципе в мире. Но когда на улице минус 60, а твой город отапливается печкой-буржуйкой, которая посреди этого города стоит, у тебя начинают возникать вопросы к происходящему на экране. Есть куча выдуманных игр. The Elder Scrolls, Armella, да та же Sid Meier's Civilization, где в центре города амбар, светилище и фабрика стоит и всё. Но остальное доделывает наш разум, наше воображение. А когда здесь игра всячески противится нашему воображению, подсовывает нам совершенно другие картинки, чем мы ожидаем, то возникает некоторый диссонанс. Кроме того, странно реализовано само выживание. Казалось бы, вот вам кучка людей, которая чудом нашла такой заброшенный кратер, где можно установить печку и пытаться там выжить. Кругом бушует метель бесконечная, постоянно холодно, но при этом они не хотят работать, они требуют себе каких-то поблажек и возмущаются притеснением. Я думаю, многие из вас бывали в сложных, тяжёлых условиях. Например, вам не хватает денег на еду, и вы понимаете, что вам надо работать, 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 что-то делать, чтобы хоть как-то себя прокормить. Неужели вы будете возмущаться тем, что вам увеличили рабочий день с 8 часов до 10 часов? Да уже сам факт, что на улице минус 40 должен подстёгивать вас работать, потому что движение — это тепло, это жизнь и помогает согреться. Но нет, только не во Фростпанке. Мир погибает, а мои подопечные изображают из себя неженок, которые ужасно расстраиваются, когда их заставляют 12 часов в сутки работать, а не 8. Причём, как заставляют? Эта работа же подразумевает, что то сообщество, в котором вы находитесь, выживет. Я это веду к тому, что механика, похоже, реально взята из Тропика 5, но там она действительно создавала иллюзию того, что диктатор заставляет несчастных жителей Солнечного острова работать, вместо того, чтобы развлекаться. Во Фростпанке же работа — это жизнь. И если кто-то не работает... Я даже не понимаю, как в этом кратере не работать, а чем там заниматься. Там нет ни телевизоров, ни приставок компьютерных. Что он там собирается делать? В снежки играть? Что вот там люди собираются делать, которые не хотят работать? То есть, получается, разработчики не смогли придумать другой механики, которая бы нам усложняла жизнь. При этом поведение людей в этом городе постоянно играет против вот этой атмосферы выживания. Ты не чувствуешь, что они хотят выжить? У меня ощущение полностью, что они хотят сдохнуть как можно быстрее. Ну ладно, пускай было бы так, чтобы они действительно хотели сдохнуть. Знаете, там полное уныние такое. Но этого же нет. Они там типа цепляются за жизнь. Микроменеджмент специально усложнен тем, что не все здания попадают в теплую зону, поэтому их надо так размещать, чтобы что-то грелось, что-то не грелось. Туда поставить дополнительную печку, тогда начинает не хватать угля и прочее, прочее. Но он на самом деле утомляет. Тем более, что, повторюсь, это сложно только в первый раз, когда вы играете. Дальше вы уже прекрасно зная, когда опустится температура, как это будет выглядеть, вы можете выбрать путь развития такой, что у вас не будет никакой сложности с этим разобраться. И тогда вот это ручное включение-выключение обогревателей начинает только раздражать. И опять же, когда в первый раз играешь, кажется, вау, прикольная ветка развития, вы там разные указы выбираете, либо тот, либо этот. Но в дальнейшем понятно, что по-хорошему большой разницы между указами нет. Ну, хорошо, пойдет развитие так или эдак, но вы можете выиграть совершенно спокойно при любом развитии. Вы не можете себе развитие этими указами как-то убить. Я еще раз повторю, что вся сложность игры заключается только в незнании, что дальше произойдет. Да, Frostpunk, конечно, симпатична. Она оригинальна, действительно, вот она визуально выглядит необычно. И пускай, там, мне писали в комментариях, что вот этим постоянной метелью они, разработчики, то есть скрывают недостатки графики, пускай это хороший костырь, который только добавляет плюс к атмосфере. Проблема в том, что как стратегия игра поверхностна и примитивна, а своими сценариями эмоционально не цепляет. Я не знаю, меня, во всяком случае, она не зацепила. Потому что у меня реально нет ощущения, что вот эти муравьишки на экране выживают. У меня ощущение, что это суицидники, которые поставили своей целью как можно больше меня пораздражать. Почему же я все-таки рекомендую эту игру? Да, потому что в первые разы во Frostpunk действительно интересно играть, да. Но мы должны четко понимать, это одноразовая стратегия. И стоит ли за это платить 500-600 рублей? Очень большой вопрос. Да, разработчики обещают выпуск новых сценариев. И вот когда я делал этот обзор, они уже выпустили патч с более тяжелым уровнем сложности. Но опять же, это никак не поменяло сами сценарии. И не факт, что они новые сценарии будут выпускать бесплатно. Во всяком случае, к This War of Mine новые сценарии стоили денег. А так, по-моему, повышение сложности это скорее превращение игры в какой-то садомазохизм надыграющий. Интересно, что в Стиме у игры аж 85% положительных отзывов. Но если вы зайдете, то увидите, что игроки провели 10-20 часов во Frostpunk. По-моему, это очень хорошо характеризует эту стратегию. Потому что 20 часов для стратегии, да даже 50 часов для стратегии, это, мягко говоря, ничто. Попробую подвести итог. Понравилась ли мне игра? Да, понравилась. Выглядит ли она? Офигительно. Да, выглядит. Интересно ли в нее играть? Да, интересно. Но все эти «да» только на ближайшие 20 часов вашего знакомства с Frostpunk. Дальше вам будет неинтересно и скучно. Хотите ли вы потратить свои деньги на такую игру? Решать уже вам. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!